умнейшими среди них, и люди не перестают поражаться их способностям. В этом эксперименте ученый посреди леса положил бревно на стол и в его отверстие засовывает кусочки мяса, причем на такую глубину, чтобы клюв ворона не смог их достать. Ну а дальше исследователь начал наблюдать, как поведет себя птица. Когда ворон прилетел на запах мяса, он и правда быстро сообразил, что достать его не получится. И тогда птица начала делать нечто невероятное. Она срезала с дерева веточку и начала орудовать ею. Эта ветка оказалась слишком короткой. Следующий ворон, видать более опытный, взял веточку подлиннее. Вытащив мелкий кусочек и попробовав на вкус, он принялся вытаскивать все целиком. В первой части самых гениальных животных я уже показывал, как вороны проделывают этот же трюк для того, чтобы доставать личинок жука из сгнивших стволов деревьев. Но возникает вопрос, осознает ли ворон свои хитроумные действия или все это происходит на инстинктивном уровне? Чтобы это выяснить, ученые провели интересный эксперимент. Они в центр пенька поместили личинок в фисташковой скорлупе. Также рядом положили палочки, с помощью которых птицы могли бы достать до лакомства. Но это оказалось трудной задачей, так как палочки не годились для этой операции. Однако все же ворону удается поднять личинку вверх ценой больших усилий. Но он ни за что не обогнет этот угол. Это невозможно. Как же поступить? То, что дальше начинает делать птица, повергает всех в шок. Она создает крючок и с помощью него достает сразу двух личинок. Но ученые не были бы учеными, если бы не провели еще несколько дополнительных экспериментов, чтобы убедиться, что вороны действительно действуют не на инстинктивном уровне. В этом, еще более сложном эксперименте, они поставили контейнер, на дне которого была вкусная личинка. Как же до нее добраться, если внизу все закрыто? Может попробовать ветку? Нет, до дна все равно не достать. Наконец биолог дает подсказку ворону. Она показывает, что на дне контейнера есть крышка, ее можно открыть, пользуясь проволокой, как рычагом. Ворону нельзя объяснить, в чем именно заключается секрет. Но вскоре он сам находит разгадку. Но понял ли он сам принцип, что если надавить на крышку, она откроется? Сейчас узнаем. Биолог убирает рычаг. Что же теперь будет делать птица, чтобы достать личинку? Она начинает делать нечто поразительное. Раньше ворону не приходилось иметь дело с камнями, но осознав принцип работы дна колбы, он додумался до гениального технического решения. Этот эксперимент и доказывает, что его действия совершаются не на инстинктивном уровне, а на логике.